Всем доброго дня! Сегодня день начинается немножко необычно и я решил этим воспользоваться. Дело в том, что несколько раз вы просили уже меня озвучить какие-то нюансы по РФу, как вы называете, то есть прицеп-холодильник. Я уже говорил, что не езжу, не работаю на таком прицепе. Наша фирма, которая где-то около ста машин, около ста прицепов может быть даже больше, есть, по-моему, пять таких прицепов, которые ездят постоянно неконтролируемая температура, то есть не включая, но для того, просто чтобы фирма могла поддержать клиентов, у которых есть востребованность к таким перевозкам. Сегодня мне до обеда нужно сделать такую небольшую перевозку тут по месту. Я хочу кое-что вам показать. Конечно же, сразу вас предупреждаю, что это не будет видео от эксперта холодильника, потому что я его использую пять, шесть, два раза в год. Не знаю. То есть включить, выключить. Наверняка у таких прицепов имеются какие-то нюансы. Так же, как в любой работе. Работа с самосвалом, работа с цистерной, работа на шторе. Всегда возникают именно такие нюансы, которые не описаны в какой-то инженерной литературе или нельзя узнать просто в автошколе или на стажировке. Они возникают только в процессе работы. Поэтому, если кто-то забрел на это видео из тех, кто работает на холодильнике и кто знает множество этих нюансов, потому что, к сожалению, изобилия таких видео в YouTube нету, тогда давайте снимем хоть как-нибудь, хоть проэлементарные, а потом уже подтянутся эксперты. И в комментариях, я надеюсь, расскажут нам очень много интересного, интересных нюансов, на что особенно нужно обращать внимание и что может происходить при эксплуатации такого полуприцепа. В моем же видео вы увидите просто элементарные вещи для того, кто вообще не подходил к такой установке и не знает даже принципа, как она работает. И включить, выключить и еще кое-что. Давайте присоединяйтесь и будем вместе решать эти проблемы и помогать молодым водителям. Значит, первым делом нам придется отцепить наш прицеп. Многие мне пишут, что я работаю на РФе. Ребят, отличайте. Это совсем не холодильник. Это обычный... У нас обычно алюминиевая коробка, так сказать. Вот, собственно, наш холодильник. Для тех, кто совсем не в теме, очень далекий от этого вопроса. Это установка с дизельным двигателем, которая качает, гоняет компрессор. И, соответственно, имеется свой топливный бак. Такой примитивный датчик уровня соляры в баке. И сюда вы заправляете. Я даже не знаю, сколько здесь. Можно посмотреть, сколько у него здесь литров. Но не будем оттерять на это времени. То есть, обычно вам работодатель дает отдельную какую-то карточку или по отдельной системе вы его заправляете. Сюда идет обычная солярка, та же, на которой едет ваш тягач. Здесь имеются две установки. Вот пульт управления самым холодильником. И потом мы посмотрим. Специальная такая, как такограф в машине. Для распечатки. Я даже не знаю, как этот принтер. Да, принтер, наверное. Вот принт, да. Для распечатки. То есть, хронологию того ваших температур могут у вас потребовать на фирмах. Еще такие установки подключаются к фиксированной розетке. То есть, вы можете его где-то припарковать, выключить дизельный двигатель и будет компрессор работать от электрического напряжения. Есть специальные розетки. Даже я видел, что есть на некоторых заправках. Ну, там, наверное, определенная плата. И вы подключаетесь. И работает на электрике гораздо тише, конечно. А потому, что дизельный двигатель вы сейчас посмотрите. Следующий нюанс. Вы должны приехать, привезти груз с какой-то температурой. Не всегда вам нужно включать его тогда, когда уже внутри груз. Очень часто вы должны приехать на загрузку и представиться уже с определенной температурой. Поэтому для этого, если вы в начале карьеры своей рабочей не знаете, вас посылают с загрузом, там, час до езда, вы должны уже включить холодильную установку. То есть, не ждать непосредственно в фирме. Потому что, если вы туда должны привезти минус 20, то, конечно же, не моментально у вас эта температура наберется. Если температура гораздо выше, скажем, там, плюс 2, плюс 3, то это можно сделать немножко уже непосредственно на подъезде к фирме. Но преждевременно, чтобы им уже представиться с температурой воздуха нужной. Давайте включим его. Он. И мы включаем свою холодильную установку. Он реагирует у нас. Ну, видите, все происходит не так быстро, как хотелось бы. Он должен проверить определенные системы. Уже внутри началось какое-то шумение. Я это слышу. Щелканье. Вам, наверное, не слышно. Звучит музыка. Поза. 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 Продолжение следует... 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 комплект 33 палеты на расстоянии 3000 километров. Выгоднее в том смысле, что сколько водитель потеряет своего времени, сколько ему нужно заплатить, сколько фирма потеряет солярки и все такое. Вот эти короткие перевозы, сделав их 10-15 за неделю, хватая вот эти штуки, такие местные фирмы зарабатывают гораздо больше, чем перевозки, которые кажутся какими-то глобален и когда комплект едет на несколько тысяч километров. На самом деле это правда, это так. Все разгружает, хватит. Значит, в данной ситуации после того, как мы уже разгрузили, я делаю распечатку, хронологию температуры. Но обычно это происходит еще до того. То есть во время того, как вы должны сдать документы на груз, у вас потребуют распечатку, чтобы увидеть, что вы, например, ночью или за время рейса не выключали его и действительно на всем протяжении вашего рейса температура была та, которую они требуют для данного груза. В данной же ситуации я делаю распечатку только для того, чтобы моему перевозчику заплатили за этот груз, как груз, который проехал с определенной температурой. То есть уже не важно даже для самого клиента, потому что переезд был 10 километров. Для клиента совсем не важно. И тут у нас есть такой тач, и на тач мы хотим распечатку. Знаете, ребят, я вам не делал, совсем не делал вам все эти моменты с меню холодильника, потому что на самом деле тут несколько кнопочек, и вы само собой, вот логические просто, вы смотрите там 2-4 часа, вы сможете это сделать самостоятельно. То есть не нужно сразу зацикливаться, а как, а покажи, какие. Да, меню сложно, и здесь сложно, и там можно язык менять. Но в разных моделях холодильников оно будет немножко другим, поэтому не стоит к этому так привязываться, что вы должны прямо сделать так, как кто-то не делает. Вот смотрите, здесь мы видим время и температуры. Важно вот температуры, которые у нас были, когда мы везли этот груз. Это все время ниже 6 градусов, да. В то время они посмотрят, что время вот именно перевозки этой палеты. По меню сами разберетесь. Для ленты, недавно мне коллега подсказал, что очень просто, когда она заканчивается, она обычная лента от, та, которую вы ставите в токограф. То есть если у вас есть с собой стокографа, вы заставляете вот эту ленту для распечатки. Она точно такая же. Я даже этого не знал, думал, нужно какая-то специальная. Взял, не было. А лента оказывается обычная. И можете на здоровье себе распечатывать. Вот в принципе и все. Все, этот билетик прицепим к документам и сам перевозчик потребует немного повыше цену за перевозку одной палеты на контролированной температуре. Ребят, конечно же большинству тех, кто катается уже на рейфах, это видео будет совершенно бесполезным. Это просто ознакомление с новым типом прицепов, которые могут вам дать, и вы даже не знаете, с какой стороны подойти. Это абсолютно элементарные вещи. Элементарные вещи, которые, наверное, скорее всего, вы и сами поймете за два дня работы. Но пока вы там лежите на диване, и вас вызывают на работу, чтобы вы просто были готовы понять, с чем вы встретитесь. А я, как и говорил в начале, призываю всех тех, кто эксперт в этом секторе, поделитесь, пожалуйста, информацией с ребятами, с теми, кто комментирует, кто читает комментарии, в каких-то нюансах, я не знаю, там, например, в холодильник будет, как говорится, плакать, да, будет идти роса, конденсат, течь вода, грубо говоря. Может, кто-то этого испугается, что у него что-то потекло. Это обычный процесс. Конечно же, большинство это догадается. Но для кого-то будет испуг даже в этом. Не знаю. Наверное, там еще, еще, еще какие-то нюансы. Ну, должны быть нюансы. Потому что есть нюансы с бочкой, есть нюансы с самосвалом. Есть нюансы и здесь. Но я о них не знаю, потому что я не сделал сотни рейсов на холодильнике. Это просто то, как вы с этим работаете. Включаем, выключаем. Мешает спать. Некоторым говорит, что не мешает. Старайтесь парковаться вдали от других коллег, если это возможно. Потому что вас, вас недовидит за то, что оно мешает, этот двигатель мешает не только вам, но и соседям. Конечно же, это логично. И все. И делайте распечатки для офисов. Потому что, наверное, тот, кто не ездил, может думает так, что, а, он мне мешает. Я там выезжал, включил, подержал температурку, отъехал, выключил, поспал, потом включил. Именно для этого и существует распечатка, чтобы хронология была за несколько часов или за несколько суток. Что действительно, вы в то время, когда он вам мешал, вы его не выключали, а все время поддерживали ту температуру, которая нужна была для клиента. Все. Спасибо за внимание. Всем привет. Присоединяйтесь к обсуждению этой темы. И делитесь, рассказывайте много интересного мне и своим коллегам. Пока. До новых встреч, ребята. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!